Уважаемые трейдеры, у нас как обычно недельный обзор, хотя неделя достаточно неинтересная с точки зрения фундаментального анализа. Вы видите на экране всего несколько статистических данных и то половина из них это Китай, которые выйдут завтра, торговый баланс, экспорт, импорт и в среду выйдет уровень инфляции по Китаю. Это конечно не ВВП, поэтому такой особой важности этих данных, особо важными эти данные считать нельзя. По Китаю считаю самым важным является промышленное производство и ВВП. Ни то, ни другое не входит в перечень данных, которые выйдут завтра и в среду. Ну и остается у нас в Германии торговый баланс, тоже не важно, абсолютно не важно, несмотря на три красные точки. Тот же торговый баланс по Британии, тоже важность достаточно слабая и единственное, что может быть значимо с точки зрения макроэкономики. И то не факт, что повлияет сильно на рынки. Это уровень инфляции в США, потому что на него будет опираться ФРС, он будет в конечном итоге учитываться в политике Федрезерва на следующем заседании. Ожидания не сильно изменились в прошлых раз. Годовой уровень инфляции ожидается на уровне 1,8, это меньше 2, это все еще не целевой уровень и базовый на уровне 1,7, как и было в прошлый раз. А вот инфляция не базовая, общая, она должна подрасти по мнению рынка. Давайте посмотрим, что думает рынок по поводу ставки. Если и там ничего интересного нет, то смело можно уходить в отпуск и закрывать терминал и особо не торговать. Значит, я открываю здесь Interest Trades, не вижу, а вот Interest Trades и смотрим FedWatch Tool. Что нам показывает? 98,6 вероятность 20 сентября, практически 100% сохранение. Три заседания у нас осталось. 1 ноября 92, практически тоже 100%, и на конец года где-то 60. Нет, 49, то есть половина ровно с 50% вероятностью. Рынок ждет одно повышение в конце года. То есть ФРС успокоился, ФРС сделал свое дело, теперь ждет, как это все отразится на экономике. И вот почему по евро у нас такое движение, сильный рост евро против доллара, там-то интрига сохраняется. Накладываем на все это проблемы, всякие скандалы в Белом доме, и мы получим, наверное, точно знать, никто не знает, причину такого бурного роста евро. Давайте перейдем к графикам. Это у нас фунт, так я понимаю, да, фунт. После последнего заседания Банка Англии фунт немного упал, хотя, конечно, заявления были очень даже серьезные. Например, глава Банка Англии заявил, что, скорее всего, повышение ставок будет еще более сильным, значительным, чем того ожидают финансовые рынки. Инфляцию в 3% Банк Англии увидел, предсказал. Так что, мне кажется, это падение фунта, оно выигрышно, стоит им воспользоваться для быков, прикупить. Только вот где прикупить, если технические-то уровни, какие-то локальные тренды пробиты? Ну, наверное, 1.28-1.27, не раньше, куда-то сюда, если упадем, вот в этой зоне стоит прикупить. Но, мне кажется, по фунту остаются фундаментально достаточно бычьи сигналы. Тем более, что уж по доллару мы видели картину, ничего интересного. Ну, и евро вы все видели, тоже был бурный рост. Вот только в пятницу очень сильно развернулись. Видимо, рынки устали так быстро расти. Пока что тренд только усиливается. Не думаю, что стоит вот так переворачиваться так быстро. Хотя уровень 1.20 может послужить каким-то таким значимым уровнем зоной сопротивления. Ну, и покупки делать, если вы уж все-таки бык, покупки делать. Ну, на 1.17 уже поздновато. На 1.15 где-то вот в этом районе можно прикупить на продолжение тренда. В этом смысле хорош. А weekly он нам скажет больше. Да, и weekly где-то тоже поддерживает покупку именно в районе 1.00. Уже даже меньше 15.00. 1.14.00. Даже может быть ниже. Пока мы видим несколько недель продолжительного роста. Где он остановится, никто не знает. Но вот я предположил, что на 1.20 могло быть. И вообще этот шип, по аналогии с предыдущими, тень свечи. Ну, может намекать на то, что рынок немного устал и пора идти на коррекцию. По нефти очень интересная ситуация. Мы завтра на вебинаре рассмотрим все это. Во вторник, как обычно, нефть колебалась между этими тремя уровнями. Где-то грязно, где-то чисто. Но если присмотреться к этим уровням, то цена больше видела их, чем игнорировала. Вот обратите внимание, почти всегда или сплошной пробой, или отскок, в общем-то, или немножечко грязный пробой. Ну, то есть видны эти линии. Вот поддержка в 48, 20, 25 пока выглядит достаточно значимой. Я бы ориентировался на нее. Хорошие оттуда покупки. Среда, кстати, запасы снова. Все важнее и важнее у нас запасы. Снижение было, значит, 4 миллиона, 7 миллионов, полтора миллиона. Посмотрим, что будет в этот раз. Если уже снижение запасов закончится, то, возможно, можно принять тот факт, что самый пик дефицита на рынке нефти, может быть, прошел. И по высоким ценам, по ценам близким к 50, американцы успели накачать достаточно нефти. Хотя вышки, конечно, росли, но не так бурно. Последние несколько недель, я завтра, это во вторник покажу, Baker & Hughes отчитывается, очень слабо показывает статистику по буровым, по одной, по две вышки, по три максимум. Ну, Канада прибавила 5-2 недели назад. То есть такой уже застой немножечко в количестве новых буровых. Ну и, наверное, все. Ну и S&P, что хотелось бы сказать, впервые за 90 лет волатильность низкая, вот настолько низкая, что 90 лет такой низкой волатильности у нас не было. У меня все, жду вас завтра на вебинаре, обсудим всю рыночную ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok